Проституция Не было бы стеклянного потолка В проституцию шел бы мизерный процент людей Проституция это не такая же работа Потому что это вредно для здоровья и опасно для жизни Если проституция не подходит как источник дохода вашей матери и вашей дочери Почему она должна подходить другой женщине? Прежде чем говорить о том, что проституция это такая же работа Ссылаясь на женщин, которые якобы приходят в нее добровольно Мы должны вспомнить о тех условиях, в которых они делают свой выбор Мы должны вспомнить о том, что женское тело используется для того, чтобы продать все что угодно От шоколадных конфет до велосипедов Мы должны вспомнить о том, что насилие над женщинами легитимировано на всех уровнях культуры От какого-то уличного жаргона до самых высоких образцов живописи И только после того, как мы проанализируем всю эту действительность Только после того, как мы будем держать во внимании Что мужчины во всем мире считают себя в праве распоряжаться женским телом И получают подтверждение своего права Только тогда мы сможем понять, является ли проституция такой же работой, как и все остальные И спойлер не является Многие думают, что женщины, вовлеченные в проституцию непосредством трафикинга Занимаются этим добровольно, таким образом распоряжаясь своей сексуальностью Однако довольно сложно говорить о свободе быть проституированной Ведь это похоже на разговор о свободе быть бедным Исследование показывает, что большинство женщин, вовлеченных в проституцию Начали заниматься этим в очень юном возрасте И большинство из них переживали сексуальное насилие ранее Сложные отношения в семье Социальные и экономические потрясения Отсутствие финансовой независимости Нормализация насилия над женщинами в обществе Все эти факторы способствуют вовлечению женщин в проституцию Кроме того, довольно сложно говорить о том, что проституция является способом выражения своей сексуальности Строго наоборот, это изнасилование за деньги Способ превратить «нет» в «да» Проститутор навязывает женщине свои сексуальные желания Тогда и таким образом, как этого хочет он Термин «секс-работа» часто сбивает с толка Ведь секс привычно ассоциируется с чем-то позитивным Однако проституция не имеет никакого отношения к сексуальности Ведь женщина, вовлеченная в проституцию, вынуждена свою сексуальность подавлять Почему секс-работа не такая же работа? К сожалению, пока проституция как бизнес приносит огромные прибыли своим владельцам Мы будем сталкиваться с лоббированием этой идеи О том, что это свободный выбор женщин, о том, что это обычная работа Но есть злая ирония, конечно, в этом Потому что любая работа — это, по сути, эксплуатация Но во всех прочих случаях человек что-то производит с помощью своих рук, своего мозга И этот продукт, который он производит, можно от него отчуждать В данном случае получается, что используется непосредственно тело человека, его органы, простите И выходит, что человек, как правило, женщина сводится просто до ресурса И это нет, это не такая же работа, когда тело человека используется как ресурс для достижения какой-то прибыли Для предоставления удовольствия клиенту Поэтому мы не можем говорить о том, что проституция — это такая же работа Но нам необходимо уже сейчас максимально снизить стигму в отношении женщин, которые вовлечены в эту работу И наши требования, мы считаем, что необходимо в первую очередь говорить об этом Не замалчивать эту проблему Спорить с теми, кто считает, что это такая же обычная работа Объяснять им, почему это не так И главным образом необходимо бороться за создание реабилитационных центров для женщин Которые готовы выйти из этого так называемого бизнеса И помочь им адаптироваться, социализироваться в обществе Почему секс-работа не такая же работа? По-пс-пс-пс-пс Продолжение следует...